Крещенские купели в этом году прорубать на реках области не будут. Опасение спасателей вызывает аномально теплая для января погода и толщина льда всего-то 5 сантиметров при норме в 26. Скопление на нем большого числа людей может стать причиной несчастья. Светлый православный праздник этим решили не омрачать. Священнослужители такую позицию тоже поддерживают. Купание в проруби для верующих должно быть отнюдь не главным крещенским ритуалом. Мнение выслушала Нина Ванина. Недалеко от берега прорубь метр на метр. Традиционное место для ныряния самарских моржей. Пляж на ладье. Одного-двух человек лед выдерживает. А вот для массовых крещенских купаний в этом году решено мест не отводить. Ведь где тонко, там и рвется. Мы надеемся, что люди благоразумие окажут свое. Майны в этом году не пропиливаются, нигде не делаются. Будут стоять сотрудники полиции на подходах к нашим купелям, которые были в свое время когда-то. Дежурство в ночь на 19-е усилит. Организуют три мобильных спасательных поста на воздушных подушках и с водолазами. На крещение погода, как и всю эту неделю, будет аномально теплой. Нынешнюю ночь на крещение мы ожидаем тоже теплую погоду, преимущественно без осадков. Ветер будет юго-западным в направлении 6-11 метров в секунду. Температура ночью от 2 до 8 градусов мороза по области и днем 0-5. Ну а с 21 числа мы опять ожидаем понижения температуры. То есть опять будет смена погодных условий. По православным канонам купание в проруби отнюдь не главное. От грехов омывает не вода, а молитва. Потому что святая вода, она святая, великая, но это тоже вода. Если вы будете лить воду на гранит, на нем ничего не вырастет. Поэтому если наше сердце такое же, как гранит, жесткое, злое и только о себе думает, то святая вода не будет ни в какую пользу тем, кто ее набрал. А вот если сердце наше мягкое, плодородное, полное любви, сострадания друг к другу и с молитвой принимает эту воду, тогда в этом сердце и вырастет добрый плод. При норме в 26 сантиметров толщина льда сегодня на Волге всего лишь 5. И достаточно близко к берегу образовались большие полыньи. Это значит, что ходить по такому льду просто-напросто опасно, предупреждают и синоптики, и спасатели. А церковь напоминает, что крещение – это прежде всего праздник послушания. Поэтому стоит прислушаться к советам специалистов и не подвергать себя и своих близких опасностей. Вместо традиционного купания в проруби в этот день лучше прийти в храм или же дома, умыться проточной водой, ведь вся она в этот день становится святой. Нина Ванина, Александр Ерофеев, Новости губернии.